Музыка Говорят, что наш мир держится на трёх китах. Три кита — это культура, образование и здравоохранение. Но я думаю, что наш мир держится на любви. Всё начинается с любви. И твердят сначала было слово, а я провозглашаю снова. Всё начинается с любви. Моя родная Беларусь — это как вторая мать для меня. Ведь человек не любит свою мать за что-то. Он рождается уже с любовью в сердце. И эта любовь взаимна. Мать любит своё дитя, и дитя любит свою мать. Разве можно без любви к родному краю, к любви к родине, написать такие строки? Лица зном, мелодия любви. На берозняк и на сосонник рослый. И стали явой казочные сны, и распустили вербы свои косы. Любовь к Белоруссии. Также, конечно, я не могу остаться равнодушной и любви к детям, потому как я детский поэт. Есть у меня такое замечательное стихотворение «Вера», где я пишу с любовью о детях. Откуль анёлы на земли берутся? И вабять, як зихоткая роса. Имёны им пявучие даются, цнотливая, чаровная краса. Где бы я ни находилась, в каких красивых местах бы я ни бывала, но всегда красота родного края, её преданность, её любовь и забота всегда зовут меня назад в свою родную Беларусь, к родным берёзам, к родным полям, рощам. Здесь даже и воздух какой-то особенный, и небо голубое, и солнце светит ярко. В Белоруссии есть единственная школа-студия молодого литератора Нины Никифоровны Шкляровой, выпускницей которой я являюсь. Нина Никифоровна Шклярова является не только руководителем школы молодого литератора, но также вдохновляет нас на творчество. Если мы хотим видеть свою родную Беларусь красивой, мы должны преображать наш мир, потому что, преображая всё вокруг, мы преображаем прежде всего самих себя. Каждый день в нашей жизни происходят какие-то события. Каждый миг, каждую секунду, каждую минуту рождается человек, говорит первое слово, делает свой первый шаг, издаются книги. Но всё это возможно лишь тогда, когда над нами светит яркое солнце, голубое небо, мирное небо. Поэтому я считаю, что самое главное событие в истории нашей Родины – это, конечно же, победа в Великой Отечественной войне. Потому что если бы наши доблестные воины, солдаты, офицеры не победили, конечно бы мы сейчас не радовались жизни, не улыбались, не любили. Какое же это счастье без любви, без солнца, без мира, когда враг топчет родную землю. Я преклоняюсь перед нашими ветеранами, и доблесть их, я считаю, их подвиг, он выше любого другого подвига. Что касается меня лично, самое главное и самое высшее достижение в моей жизни – это, конечно же, мой сын. Рождение моего сына для меня всегда есть, было и будет самым главным событием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова